Привет, ты на месте. Наслаждаюсь твоими роликами. Марина Кудина Моя иркутская подруга. Надежная, верная. Антонина поставила на уши кузбасс. Точнее, надо бы поставить его, но наших сил пока не хватает. Антонина. Я про школьное образование. Садовое. Александр Алексеевич, вы на месте. Моя духовная, это, как бы сказать-то, духовная основа нашей ролика. Так, Данил Двухтиаров, привет. Набережная Силуны и Наталья, привет. Брат Железов, здравствуй. И тебя, сведом и спасом, Рамалдина. Здоровая, удачи. Да, Николай. Я еще несколько роликов увидел, как ты учишь привать. Ну, большое наслаждение. Чего не хватает роликов? Я бы их выставил, я несколько выставил, правильно? А дальше перестал, вот последние ролики про это. Плохо слышно, сам смотрю. Что-то понимаю, но я смотрю, напрягаюсь. Ну, как бы сделать, чтобы это. А ролики были качественные, а? Вот это талант рассказывать. Ну, ничего, так трудно все понимается. Так что, я не решился выставить. Так, Азачинская, приветствует. Сейчас, смотрите, привет. Елена Гречихина, вечер добрый. Арсен Кострома, привет. Привет, свинин, Архангельская область. Из 9 черенков, Шелкович, с пяткой коренились 8, плюс 6 черенков, без пяток. А, кстати, вот заметил, Михаил, я не жалел деревья, я вас жалел. Я отрезал так, чтобы, допустим, прирост последнего года, и прихватывал кусочек просто предпоследнего года. И получалась так называемая пяточка. Вот, давайте теперь смотреть. С пяткой 8, 6 без пятки. Значит, я не зря калечил деревья. Я бы мог сделать короче, чтобы просто последние годы еще дали. Но я вообще хотел, чтобы он мне, вот понимаете, это новое фактически. Ладно, я взял, срезал, и тут же укоренил. Вот как Юля, у нее же есть, это там, 10, 20, 30 этих саженцев шелковицы, так? Вот. А все-таки пересылка, это не шутки. Пусть даже всех отправлял в срочные почты. Вот, шло буквально считанные дни. А все равно же лежат себе и дохнут посылка. Ну что, 8 плюс 6, 14 сиренков, 14 саженцев. Михаил, Михаил, Михаил. Вот, это первое. Уже было, чтобы кто-то мне пришел фотографию с одним укорененным. Ну, подняли мне настроение. Подняли. Спасибо. Я живу только этим, чтобы в стране было хорошо. Игорь Сафин, здравия. Вы не смотрите на меня, у него почему нос чешется, я не знаю. Кулака ждет или выпивки, но чешется. Так. Мне стыдно, сердце невыносимо. Так, дальше. Игорь, здравствуй. Снегирев, Тверского доброго времени суток. Борис. Так. Борис, 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 Борис. Всем доброе, Света. Юля, ты обычно до этого времени не выдерживаешь, устаешь. Но если... А, это было 16.30, это было без 20. Это было через 40 минут после начала вебинара. Так. Ну, наверное, ты бы распишешь. Но все равно приятно. Марина Кудина из Иркутска. Добрый вечер. Данила, привет. Орсен Кострома. Есть еще коррозия души. Ну, коррозия души, ее тут пощупать нельзя. А там можно пощупать. А убедить нет. Никого не могу. Вы понимаете? Есть, вот, Арсен, я к чему... Ну, как бы, любой повод вернуться к этой теме. Человек, допустим. Ну, так хочется фамилию назвать, Арсенгет. Ученый пишет. Корневая шейка будет там, где вот, вот, посадил, вот, где получился это. Земля-воздух. Я пишу, долблю 20 лет. В этом месяце гнить будет. Нету там никакой корневой шейки. Корневая шейка природная бывает. Специальное место. Это когда косточка, семечка легла на землю. Тут вверх пошло, а росток вниз. И никто не закапывал и не пытался. Вот это корневая. Раз закопали, то будьте добры потом разгрести, например. При пересадке учесть этот момент тоже. Чтобы посадить уже аккуратно. Чтобы ни капельки от штаба не было прикопано. Вот. Ну, а вы, конечно, про коррозию души есть такое дело. Александр Еребен, добрый вечер. Смотрите. Ну-ка, ну-ка, страшный вещь прикоп. Вот, я в этом. Вы знаете, я всегда к вашим письмам отношусь с величайшим пиететом. Странный вещь прикоп. Даже когда приходят саженцы, и на улице уже замерзшая земля. Просто покупаю землю в магазине, сажаю как-то холм. Два мешка грунта по 5 килограмм. И нормально, до весны доживает. Таким методом садил абрикосы от ВК. И все растет до сих пор. Ну, что я скажу. Слов нет. Так. Так, так, так. Смотри, Юрия, после начала подношения абрикоса ки-тигинский, посаженный рядом с Маджурским, Марией Костичевым, стал подносить Маджурский абрикос. До этого в Святой Бори плодов не было. Абрикоский тигинс является опылителем для всех садов абрикос. Так, ну, спорить не буду. Где-то что-то в этом есть. Истина. Александр, ну, корни моих абрикосов точно в 15-литровом земле не улягутся. Ну, тут скитрить, конечно, надо. Можно же и не тогда это покупать. Можно заготовить. Можно взять степлицы. Там степлицы, чё? Там пол дома не загружает. В общем, это выход есть. Так, есть опыт садовода в Сибири Игоря. Сложите в поисковике Ютуба, посмотрите. У садовода ведра в зиму, это явно не абрикосы. Ну, что я скажу. Никаких прикопов посадил ведро и на холод. Прикопы, особенно наклонно, всё сгнивается. Ну, и вертикали тоже опасно. Смотря какой холод. Нет таких, как сказать, абсолютных истин. Александр Игорь Лавринов, он виноградом занимается. Игорь Сынов, это за Родану. Так вот, Игорь Сынов, это за Родану, уникальный человек. Родан, это знаете где? Это перевал между... Это же не как... Между Краснодарским краем и Тумой. Там холодильная, лютая, каждый год. Как это? Но у него ещё, как бы сказать, он там испытывает сорта. У него ещё есть участок. Вот. И я специально говорю, надо изучать его эти самые... Его работы. Надо. Уникальный человек. Так. Тудина. Ну, под Краснодарском, может, и переживут зиму. У нас под Иркутском нет. Нужно будет ведро закапывать. И в рыб полный. А теперь ей отвечает Александр Смотритель. Если дерево не переживёт в один год, то как оно переживёт за свечью? Вот тогда уже встанчивая корма. Всё под снег, от снега под опилки. Так. Марина Кузина. Хорошо сцепились. Мне нравится? Александр, не путайте яйцо с ящицей. Вы говорите о не закапывании корней, а об оставлении ведря. Корни перенаживаются. Я просто говорю. Так. Я стараюсь деревься кинема. Вот. Корзанья, 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 гора, где-то там испытывают, можно столько в горшках. Много деревьев стоит в горшках и температура в Мичуре ценовая. Ну, может, в Скорзках, но под снегом. Так. А Мичорина боятся, потому что у генетика ничего не получилось. Чистой генетикой не получилось создать сорта. А на Западе нет запрета Мичорина. У них есть свой Мичорин, Бербанк. Они его изучают. А там, по сути, методы тот же Мичорин. И они гордятся Бербанком. Ну, мы с Мичорином гордиться не можем. Вот. Именно потому что действует запрет. Он такой, как бы это сказать-то. Вот. Вот это отдельный разговор. Господи. До того обидно бывает. Ну, что получилось. Мы еще. Зарасставаться пора. Зарасставаться пора. Так, так, так. Так, так, так. Нажимай. Только у нас. Саша. Тея. 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 Продолжение следует...